Рейды показали, постояльцы есть, а документов, разрешающих этот вид деятельности, у владельцев отелей нет. Глава города считает, время, когда частные гостиницы успешно уходили от уплаты налогов, прошло. Конкретный факт. Мы пришли на горку, да, на горке увидели 8 гостиниц просто огромнейших. Посмотрели документы, в документах написано садоводческий домик. На самом деле это огромная гостиница. В этой гостинице, как Сергей Николаевич потом проверял, говорит, проживает в одной 150, в другой 120 человек. Эти все гостиницы, которые успешно зарабатывают деньги и не платят вообще никаких налогов, они еще и нарушают природоохранное законодательство, они свои фекалии сбрасывают под открытые ливневки. В Лазаревском районе только за последний месяц выявили 250 мини-гостиниц и отелей, которые работают без разрешительных документов. Рейды показали, есть и коммерсанты, которые свой бизнес легализовали, но не платят налоги, ссылаясь на плохой сезон. Мы еще должны посмотреть, а заселены они или не заселены. Если что происходит, они отчитываются позже, наши предприниматели. И они пишут, что у нас никого не было. Поэтому каждую неделю на своей улице мы должны заходить туда и смотреть, сколько у них есть отдыхающих. Мэр дал поручение усилить контроль за частным гостиничным бизнесом. Бюджет должен получить все запланированные средства в полном объеме. Ведь средства на социальную сферу, школы, больницы, детские сады идут исключительно из налоговых поступлений. На планерке обсуждали использование земель сельхозназначения. К примеру, при проверке угодий предприятия Черноморец обнаружилось, что на месте, где должны были расти овощи и фрукты, выросли новостройки. Нам непонятно, что происходит с землями, почему там такой бардак, почему нам приходится, люди нам жалуются, а жалуются они тогда, когда кто-то им дал земельный участок, они там дома построили, естественно, их никто не оформляет, они ходят нам что-нибудь допомогить. А как мы им поможем, если это преступление? Предприятием Черноморец теперь будут заниматься прокуратура и Россельхознадзор. По решению суда, земли, которые используются не по назначению, могут быть изъяты. Проверки сельхозугодий будут продолжаться.